Я начну с того, что эта свадьба не совсем обычная. Наши молодожены родились на разных континентах, на противоположных сторонах земного шара. Настолько далеко друг от друга, что в какую бы сторону они не двигались, они всё равно приближались бы друг к другу. И вот сейчас, сегодня, здесь они вместе. И мы с Лилей чрезвычайно рады, что Ольга нашла достойного спутника жизни. И мы им желаем большого счастья и любви. This wedding is a bit unusual. Our newlyweds were born on different continents, on the opposite ends of the world. The distance between them was so great, that no matter what steps they took in life, these steps were bound to bring them closer to each other. And as a result, they now are here and they deeply love each other. And we are incredibly happy for them. Ну, мы, как родители, стремимся дать детям две вещи. Это корни и крылья. Ольга обрела свои крылья и упорхнула из родительского гнезда. Но, Оленька, твои корни остались в нашей семье. Мы всегда рады тебе и твоему мужу. Будьте счастливы. Оленька, твои корни. Диана, родители, стремимся. Т camка, твои родители. и что вы и Джаар всегда будут часть нашей семьи. Женщину не всегда можно понять, но ее всегда надо любить. Греческий философ, демокрит, 2000 лет назад сказал, тот, кто получил хорошего зятя, обретает сына. Когда-то, очень давно, я очень хотел иметь сына. Но я, наверное, не очень ясно говорил это Лилии. В результате у нас три дочери. Мы чрезвычайно счастливы тем, что сегодня мы обрели сына. И мы хотим сказать с Лилией, что обретя сына, мы чрезвычайно рады этому. И Ольга нашла достойного спутника жизни в лице Джаара, который обладает всеми качествами хорошего мужа. Греческий философер, демокрит, сказал почти 2000 лет назад, что один, кто найдет хороший сын-ин-логу, тоже найдет сын. Я всегда хотел бы иметь сын. Но я не мог бы это сделать для Лилии, что это было очень много лет назад. И, в результате, у нас три дочери. Но все мечты должны быть настоящим. И я счастлива, что Лилия и я теперь у нас есть сын. Мы уверены, что Ольга Фаун, ее соль-мейт, и Джаара, у нас все качества, у нас есть прекрасный муж. Но самое главное, что они любят друг друга. Вот этот день, он является особенным не только для вас, но и для всех, кто близок вам, кто заботится о вас, кто думает о вас, о ком вы думаете. Это самые дорогие люди для вас. И, конечно, положено давать молодоженам советы, наставления. Но я думаю, что все равно родительские наставления никто не выполняет. Это во-первых. А во-вторых, вы уже сделали свой прекрасный выбор, и вам эти наставления совершенно ни к чему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё одно маленькое замечание. День свадьбы обычно отмечают ежегодно. Через 10 лет это называется медная свадьба. Через 25 лет это серебряная свадьба. Через 50 лет это золотая свадьба. Мы все надеемся, что вы не забудете нас пригласить на свою золотую свадьбу. День свадьбы. День свадьбы. День свадьбы. День свадьбы. Я думаю, что вы не забудете. to invite all of us here to your golden anniversary. Congratulations.